добрый день ladies and gentlemen дамы и господа с вами якобы файн душевный канал будни америки сегодня 16 марта 2021 года начну с комментариев по комментариям по комментариям вот один например рябкин пишет про немцев прямо национализм какой-то одно издание что-то не так написал а все немцы виноваты я отвечаю что ты не одно издание так написал это написала немецкая волна дойче вэлэ это государственное издание это раз во вторых я не обвинял немцев него надо путать государство это очень типичная ситуация особенно для людей из россии из украины они себя отождествляют от государства если кто-то в чем-то виноват это не значит что государство виновата это не значит что наоборот если государство виновата значит люди такие нет у государства есть какая-то позиция официально и если дойче вэлэ пишет некую статью эта позиция какими-то редакторами одобрена редакторами которые думают о государстве а то что может написать любая статья это конечно это какое мне дело но в данном случае это не 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 какая-то газетенка это нечто больше пользователь день 007 писал яков а вы всегда в политвзглядах были республиканцам или же в какой-то момент поняли что республиканская партия вам ближе по сравнению с демократами как я понял маразм демо или и радикализация началась администрации барака обама это все писал ди 007 это не я писал но я могу ответить когда я приехал в соединенные сады америки 92 году я приехал из советского союза я вырос в советском союзе я вырос во лжи я знал что все что говорят по телевизору неправда я знал что партия это это обман это просто механизм для того чтобы люди делали карьеру я знал что ком комсомол это стать лидером комсомольским это иметь возможность ездить на пьянки гулянки и так далее я знал что все это bullshit bullshit люди знали что можно говорить что нельзя говорить люди знали что у всех все живут одинаково бедно то есть у одного 115 зарплата в месяц у другого 120 конечно если ты слесарь хорошего разряда у тебя было бы 500 это было общество где слесарь получал больше намного чем чем инженер хорошо подготовлены люди выживали я видел что все социализм не работает не работает почему он не работает я ведь потому что он построен на неправильных принципах на не на принципах которые не учитывают нормальную мотивацию любого человека жить лучше социализм урезает всех другое дело что в 90-е годы моя задача была выживать или как у нас говорят один гива факт about politics мне политика не волнула мне нужно было заработать деньги чтобы прокормить семью чем я и занимался 90-е годы полностью двухтысячные годы ну 90-е годы я конечно знал о том что делал билл клинтон с моникой левинской в этом кабинете это был первый такой удар это был первый позор как бы первый позор он был демократический президент и уже тогда как бы мне это было неприятно смотреть что они делают я не говорю что в республиканцы святые но вот тот оказался демократами как его очистили как и как его не посадить не импично ли в конце концов это было неприятно потом был буш не начали был да потом был младший буш потом был кто у нас барак обама при бараке обаме начался очередной булшит неправда уравниловка этот этот обман с якобы хорошей целью якобы хорошей целью а именно медицинского вернее медицинские страховки для всех обязательно все плохо все все через задницу все неправда я это чувствовал вид потом при трампе это все еще более обнажилось потому что трамп не стеснялся говорить трамп сказал что я хочу осушить это болото и он начал делать то что мне было более понятно а именно мотивация основанная на том что мотивирует тем что реально хочет человек человек хочет жить лучше человек хочет видеть плоды своего труда то есть если я работаю больше я зарабатываю больше они уравниловку когда я с работой больше у меня заберут чтобы все примерно жили одинаково кое-как на жили такого булшита было очень много а теперь опять трамп это показал и тогда я стал как-то намного ближе к республиканским взглядом на жизнь теперь опять начинается этот булшит с байденом какой смысл работать больше если излишки заберут если сейчас начнется увеличение налогов серьезное и реальное в разных областях вы скажете только богатые постройки нет не только богатые пострадают пострадают все пострадали уже все из-за вот этого идиотского пакета помощи на 1 и 9 десятых сриллиона долларов это все люди будут платить каждый будет платить туда посчитал по 5000 примерно каждому обойдется каждому американцу это уничтожить школы это сделать так что школы будут все равны то есть школы надо брать по цвету кожи чтобы все выровнять чтобы диверсифицировать они по достижению по уровню оценок и образования по талантам это все неправда зачем надо учиться хорошо будет думать ребенок в школе если в мой класс завозят детей меньшинств которые вообще не знают что такое дважды два и им ставят хорошие оценки а мне ставят хуже я это видел в союзе когда меня не брали в институт когда я был на голову выше соседей которые сидели на экзамене в этой аудитории слева справа каждому написал ответ они получили по 4 я получил 2 я же это все видел понимаете то есть не то что я сел прочел о республиканцы такие демократы такие нет я это все прочувствовал я вижу к чему это идет понимаете а власти некомпетентные какие городские они сказали в нью-йорк они сказали закроем все к чертовой матери а бизнеса пускать нибудь выживают как почему легче закрыть а потом вымаливать деньги выпрашивать деньги у правительства вашингтона на штат все неправда все неправда я еще чуть позже скажу сегодня скажем о вранье байдена по поводу иммиграционной политики о том что не делать на границе то есть если так будет продолжаться мы станем у нас системе координат я очень хочу чтобы республиканцы вернулись обратно к власти очень хочу чтобы сократить дальше константин курандин пишет а вот это кстати речь была о том что некоторые слушают мем мои чудные видео в блоге на скорость на двойной скорости два раза ужас и кошмар ужас и кошмар я не понимаю как может заслужить я хочу сказать что вы что а он пишет тоже смотрю на 2x все отлично у меня пишет константин у вас конечно все отлично но нет не в то время когда вы потребляете вы слушаете мой мой подкаст вы не слушайте кстати его вы его потребляете you are consuming it вы потребляете некую информацию на бешеной скорости без всяческих эмоций я не знаю зачем допустим вы бежите на электричку вы опаздываете и вы еще и голодную не успели позавтракать вы вынимаете бутерброд с колбасочкой которую вы все завернули в папахах и бегом его съедаете вы получите калорий от этого бутерброда да удовольствие получите нет нет чтобы сесть красивенько она в электричку на этом деревянном топчане заложить газетку красивенько вынуть бутерброд может быть га баночку горчички намазать есть и каждый кусочек enjoy это понятие вот бутерброд немножко горчички можно дижонская можно обычная русская правда русская крепче такой тоненький слайсик тоненький ломтик слайсик докторской колбасочки можно еще кусочек сыра сверху и еще прихлопнуть черным вкусным свежим выпеченным хлебом и есть его вы получите ровно то же самое количество калорий как вы получите если вы на бегу съели тот же самый бутерброд а enjoy it life что я пропагандирую да можете слушать меня на скорости 2x кстати давайте-ка я кое-что покажу меня тут спрашивали знаю ли я кто такой бен шапира слушаю ли я его отвечаю да отвечаю да я знаю кто такой был шампир более твой он подписан я вам сейчас хочу поставить кусочек из его скажем вчерашнего подкаста и задать вам вопрос как вы думаете на какой скорости я слушаю бена шапира сейчас как вы думаете это я услышала на скорости в два раза быстрее отвечаю нет это его нормальная речь бена шапира это на скорости 1 если же я даже боюсь попробовать послушать его на скорости в два раза быстрее бен шапира один из тех о которых я люблю рассказывать почему потому что этот рассказ будет начинаться с моей любимой фразы в одной небогатой еврейской семье родился мальчик вот такие истории очень люблю рассказывать так вот бен шапира он политический комментатор ему сколько ему лет 37 лет где-то так молодой парень молодой парень образованнейший умнейший взгляды его мне очень близки язык подвешен обалденно ведь он может разговаривать сразу на скорости на скорости 2 не 2 0 в два раза быстрее два раза быстрее давайте я вам его покажу на википедии посмотрите ну вот этот мальчик бен шапира бен шапира умный парень очень образованный он родился в семье русских эмигрантов ну как евреи у него папа ну короче кто-то из них был и из литовских евреев кто-то из них был русских евреев и вот в 9 лет он они начали заниматься серьезно иудаизмом ортодоксальным потом очень хорошо учился и закончил как это называется закончил пару хороших колледжей один из них конечно это гарвард потом он написал кодом книги он уже кучу книг написал он комментирует у него как это называется syndicated шоу это когда его шоу покупает разные радиостанции у него подкаст есть свой умный умный человек слуд я его слушаю не слушаю его каждый день я его слушаю периодически он сильно грузит сильно грузит вот этот его темп я понимаю абсолютно все все его слова я все понимаю он говорит четко невзирая на такую бешеную скорость но этот темп этот тембр голоса это не совсем то что мне нравится я от него стою просто хотя он мне нравится он мне нравится каждый из вас слушает каких-то ваших любимых подкастера видеоблогов и не не только ведь за информацию которую употребляете в единицу времени у бена шапира информации будет тонна и аналитики тонна в информацию в единицу времени но вы же хотите послушать все эти нюансы спокойненько да некоторые хотят чтобы было под кого заснуть наушник уха лег и уснул правда есть другие которые я слушаю я могу сказать кто мне да нравится которого я слушаю регулярно ну почти каждый день я думаю это скотт адамс создатель дилберта он говорит спокойно и медленнее но он говорит как я ну я имею ввиду в таком примерно темпе что мне у него нравится у него очень классная логика и он так плетет вот это все плетет 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 делать говорит какую-то новость и и комментирует и делать какие-то выводы аналитические которые мне интересно как он к этому подошел я бы слушаю всегда ну как всегда ну почти все выпуски его слушаю когда гуляю иногда у меня тоже от него я устаю почему потому что его он говорит медленно но его надо слушать внимательно потому что чтобы не потерять нить его логики кого-то еще слушаю там джо роган отличный интервьюер если попадает где-то там на хаврада стерна тоже слушаю ну гленбек есть разные эти люди которые мне интересно по разным причинам и слушая их по-разному естественно также и вы слушаете меня поэтому если кто-то слушает меня на скорости 2 в два раза быстрее это нам с вами не по пути конечно же что еще что еще а меня спрашивали про рыбалку вот я же фотки показывал про рыбалку и один человек написал привет майямским рыбакам от калифорнийских не каких калифорний ски от калининградских рыбаков привет калининградские рыбаки от меня вот я не считаю себя майямским рыбаком но на рыбалке был домой принес килограмма три рыбы поргис но в этом не судья и я хотел вспомнить одну вещь в связи мне понравилась эта фраза привет майямским рыбакам от калининградских рыбаков хочу вспомнить одну историю своей своего детства я-то был ребенком но у меня есть сестра до города она сейчас живет в канаде и на и вот с украины с переляку что-нибудь не берут еврееве она учиться не сможет отправили ее аж на дальний восток на дальний восток смотрите себе в те годы она училась когда она училась я думаю в шестидесятые годы она училась тогда нельзя было сесть в самолет и так раз три часа это там или сколько вы летите сейчас пять часов тогда она ехала на поезде 7 часов 7 из каких 7 часов по моему 7 дней это было или семь или восемь дней представляете студент с каникул едет обратно в институт 7 дней через всю страну это такая утомительная была поездка можете себе представить в плацкарте 7 дней ехать у кого-то была возможность может быть ездить в купе или в св но не у нашей семьи и вот ну такой поезд когда человек едет на такие большие расстояния у них часто конечно очень много вещей не так просто сесть и там несколько дней ехать надо уже так напаковаться что мама не горюй и вот она как-то рассказывал они ехали через челябинск в частности это где-то там через сколько-то дней был челябинск и вот поезд останавливается в городе челябинск у него там какое-то небольшое время когда он стоит и естественно тогда были носильщики наверное сейчас есть носильщики с тележками они ждут этот поезд носильщики чтобы заработать конечно пару копеек это их заработок и вот поезд подходит и она говорит один из вагона так стал из пассажира в один из вагонов и кричит носильщики и носильщики все ломанулись носильщики к этому мужичку потому как понимаешь что у него видно столько вещей что сейчас всем всем будет всем хватит и все заработают кучу денег повторяю поезд стоит не очень долго и вот они он кричит носильщики носильщики они там сколько-то человек подбежала со своими тележками а он им говорит привет носильщикам челябинска от носильщиков москвы какие уже маты он получил ну вы можете себе представить поэтому я когда прочел вот это привет майямским рыбакам от рыбаков как они называются калининградским я сразу вспомнил эту ситуацию привет ребята привет рыбаки у нас сейчас в майами не в майами во флориде сезон клубники вот это время когда надо энджоить клубнику ребят кто же вот моя во флориде энджойте клубнику сейчас но не идите в обычный супермаркет где централизованно разводится клубника которая какими-то газами обработана лицами деревянного вида она хотя выглядит как клубника помните когда-то звонецкий говорил еще в 70 типа в америке как жут когда у вас появляется первая клубника и мы отвечали в 6 утра это не за клубника тогда мы о боже в америке клубника всегда в 6 утра есть уже то не клубника то такие деревянные предметы которые можно распилить и они кто же красный а мы говорим о клубнике сезонной у нас есть такая тема как pick your own когда сезон чего-то можно поехать на ферму ближайшую и я не организовываю такое сам себе собираешь сам с грядки срываешь потом платишь по весу и забираешь и энджоишь или там при этих фермах есть магазины овощные ты можешь туда поехать и прямо с этой же фермы там уже все расфасованно продается я как раз таком был магазине буквально несколько дней назад и привезли клубники и купил помидоры и там перцы такие которые назывались молодости болгарски вкусно все помидоры вкусные вчера мы женой сели вечером сделали салатик помидоры со сметаной с лучком сладким опять же помидоры не деревянные нет а именно сезон помидоров сейчас тоже здесь скажем нью-джерси будет сезон помидоров начнется где-то в середине июля до начала сентября там я даже помню такое классное место куда мы ездили специально за нью-джерси бифтомейтис с грядки понимаете сладкие мягкие помидор одним словом enjoym помидор хотя я мог бы конечно на двойной скорости съесть помидор откуда-то и непонятно и откуда из парников но это не то надо желать enjoyt сколько той жизни следующая тема тот факт что у нас слабый президент это плохо мы конечно можем тут смеяться над ним сколько мы хотим как он тут забыл он забыл кто у них кто у него министр обороны недавно на прошлой неделе но забыл ну бывает но с кем не бывает но министр обороны чем должен упомнить все имя это ладно и она ведь не можно посмеяться пошутить но уже опять возвращаясь к теме республиканцы или демократ как они гнобили трампа как они горели как трамповская администрация держит детей на границе с мексикой которые нелегально перешли через границу в клетках я уже тогда вам рассказывал что эти клетки они никак никакие не клетки просто там такая проволока конечно огорожена детей которые нелегально перешли без без родителей или их держали отдельно от родителей в загородках какой шум подняли перед выборами трамп что творит что он творит с детьми это кризис они кричали демократы это к тому почему я и терпеть не могу лживых этих это крызи смотрите что он делает он держит детей в клетках хотя клетки сделал обама окей об этом не говорили теперь трампа нет есть байда которая сразу же в первые же дни своей президентской жизни начал издавать executive orders и в частности он стал отменять все что касается границы стены приходи при надо принимать всех надо быть более гуманными сказал демократ байден что происходит сейчас сейчас там катастрофа там кризис кризис на сегодня там сидит восемь с половиной тысяч детей которые нелегально перешли границу то что как они называли в клетках это детские лепетные лужаки я еще раз повторяю там нет места вообще столько детей держать они уже стали их размещать таких как как в тюремного плана бараках бетонные стены люди дети спят на полу на полу понимаете потому что нет матрасов тупо когда у них это джен цаки выступает на пресс-конференции задают вопрос расскажите о кризисе на границе это не кризис это челлендж это вызова на границе вот за факт челлендж при трампе был кризис когда там и близко такого не было был договор что ждите в мексике пришли на границу нелегально сидите там в мексике с мексикой был договор и ожидаете рассмотрение своего дела когда пришел этот байден демократ стал говорить неправильно надо быть человеческим надо принимать людей надо открыть границу сказал байден и пошел спать не он таблеточку принял и пошел спать а тут народ вот и я бы на их месте тоже самое делал там какой-нибудь там гондурас мексика налетая подешевела они им сказали пацаны сказали что америка будет принимать всех побежали тут же эти кайорис те бандюги мексиканских картелей которые обеспечивают перевозку людей подогнали их границы на каких-то поездах дети падали с поездов дети погибли кто сколько есть не знаю возраст детей которые перешли через границу от трех лет до восемнадцать там сидит от трех лет мальчик или девочка трех лет перешли границу они не знают где папа где мама правда не все 40 процентов детей которые пришли границу их родители уже в штатах в каком-то статусе или без статуса но и раньше попали на 60 процентов вообще не не дети не знают где их папа где их мама и вот так они живут я не говорю о психологических стрессах на всю жизнь этих бедных детях которые сейчас находятся одни в этих каменных тюрьмах это не кризис говорит обама это временная ситуация а мы хотим чтобы сделать более такое humane более гуманитарное наиболее человеческое решение найти пока пока такая ситуация уже в далласе в техасе они хотят взять какой-то центр для конференций и туда и там их паковать этих детей несчастных и не хотят называть это кризисом при этом они отправили туда мобилизовали у нас есть такая организация FIMA F E M A как они называются Federal Emergency Federal Emergency Management и не помню association не association что-то такое ну короче фонд чрезвычайных вернее организаторов которые занимаются чрезвычайными ситуациями что они могут сделать они помогут как-то они поедут они помогут может быть какие-то палатки поставить не знаю что они помогут но они не могут остановить это все понимаете но сам факт сам факт что это FIMA или FIMA была туда отправлена то есть если люди которые занимаются чрезвычайными ситуациями были отправлены туда это значит что там что правильно их стоит на голове чрезвычайная ситуация а не челлендж но демократы будут врать в лицо в лицо будут врать долго ли они будут врать недолго скоро среди них тоже есть какие-то приличные люди начнут конечно поднимать шум уже и уже начинают поднимать даже кого я слушал сегодня по моему Нью-Йорк Таймс чисто левая газета или нет это был Вашингтон пост я слушал их подкаст они уже рассказывают о кризисе начали уже вранье какое вы понимаете что они делают эти гады а вы мне говорите почему я люблю республиканцев когда демократы хотят чтобы было по-честному они заголовками шпарят но они не делают они они хотят чтобы их любили это их задача и вот то что у нас так то что у нас такой слабый президент вот первый случай как другие это используют в данном случае иммигранты валят я вообще удивляюсь что на нас вообще никто не напал еще до сих пор у Вас ребята не чешутся руки на нас напасть посмотрите какой у нас главнокомандующий нет ну слава Богу не нападайте потому что я не знаю что будет если вы на нас нападете я где-то под стол спрячусь или выкопаю такую ямку и присыплю себя можжевельником как вам такая идея чтобы вы меня не нашли вот с таким президентом но не только президент этот булшит с коронавирусом кстати хорошая новость хорошая новость чего это я все о плохом да о плохом хорошая новость а именно жители Нью-Йорка если вы меня слушаете меня слышит слушает примерно моя аудитория примерно 15 процентов проживающих в штатах большинство конечно это Россия на втором месте Украина но 15 процентов есть если кто из вас живет в Нью-Йорке и слушает меня две даты хорошие новости первое это через три дня 19 марта ресторанам будет разрешено принимать 75 заполнять свои залы на 75 процентов вместимости это шикарно так что ребята вперед рестораны нью-йоркские а там слава богу особенно те кто выжили они сейчас будут там такое вам подавать ага второе апреля второе апреля это когда то что называется entertainment venues arts entertainment venues это залы концертные залы джазовые клубы откроются либо это может быть одна треть вместимости но не больше чем 100 человек если это внутри если концерт снаружи до 200 человек ну уже прогресс понимаете жизнь медленная потихонечку начинает возвращаться в нормальное русло так что придется скоро если так дальше пойдет выпаковать вещи и катить обратно в нью-йорк зайти в пару хороших манхэттенских ресторанов и вспомнить молодость как это бывало когда-то потратить пару копеек кстати буду тратить ваши деньги три раза я так думаю буду тратить у меня же тут идет некая реклама ну конечно слушает меня не так много людей я понимаю я вас ценю мне нравится что вот эти те кто меня слушает у нас с вами уже какая-то такая общая тусовка я даже узнаю у разных людей вменяемые все люди и так далее то есть мы с вами работаем хорошо и эти небольшие рекламки которые вы иногда видите в результате я получил бумагу от гугла о том что я сколько я заработал и поэтому я должен заплатить налоги эту бумагу я отдам бухгалтеру а заработал я за прошлый год 880 долларов на ютубе вот благодаря этим видео на рекламе с этих 880 долларов бухгалтер снимет налоги заплатит ну долларов 600 там будет 600 долларов это мне с женой сходить три раза в ресторан нормальный ресторан не там как-то шиковать супер допер ну будет вкусно будет хорошее вино то есть три раза первые три раза которые я пойду в ресторан в манхэттене когда я вернусь я буду думать о вас пацаны и девчонки дамы и господа ladies and gentlemen это вы оплатите счета если вы думаете что 200 долларов это много нет не думайте так скажем если счет если просто по меню счет будет ну скажем взять аппетайзер это закуска взять main entry взять может быть какой-нибудь десерт и взять там пару бокалов вина ну будет там допустим 130 долларов в хорошем ресторане 130 долларов к ним добавится налог 10 процентов и сколько ну 9 допустим это будет еще 12 долларов да это уже 125 два налога два два текса да два текса это обычно чаевые которые мы даем то есть это еще 25 долларов то есть там туда-сюда уже набегает 200 долларов хотя счет будет на 130 или 140 ну короче спасибо ребята надеюсь что за этот год я с вами заработаю не на 3 а на 5 может быть похода в ресторан еще какие хорошие новости по вакцинациям во Флориде люди которым 60 лет и выше имеют право на вакцину и даже более молодые если если они живут во Флориде и врач их врач Family Physician обыкновенный домашний доктор напишет заполнить простую форму что им надо абсолютно простая форма любой врач это делает они могут идти делать прививку в Нью-Йорке по-моему тоже 60 плюс уже могут прививаться дальше штаты такие как какие штаты Аляска и Миссисипи все взрослые могут уже прививаться то есть реально движемся вперед мы все поглядываем конечно на Израиль в Израиле ситуация какая в Израиле уже 90% от людей которым выше 50 лет провакцинировались 90% от тех кому 50 лет и выше мне тут некоторые люди пишут в комментариях вот не делай прививки и всяческие видео с теориями заговора как это на самом деле не прививки это эксперимент над людьми и никто не знает что это будет это генетические исследования над нами мол делаются я хочу этим ребятам ответить вы конечно можете делать все что хотите хотите делайте не делайте прививки у нас в семье будет все уже кстати почти все сделали прививки но посмотрите кто живет в Израиле ребят в Израиле живут евреи евреи не самый глупый народ правда дальше если взять возрастные категории есть евреи молодые даже не евреи молодые есть люди молодые есть люди среднего возраста есть люди пожилые как вы думаете кто умнее в среднем если можно было почитать единицу ума сколько было бы этих единиц скажем кто умнее люди от 50 до 70 или люди от 20 до 50 я думаю что скорее все таки от 50 до 70 это какие люди это люди у которых еще еще brain еще мозг работает но у них еще есть некий жизненный опыт так вот 90 процентов евреев в Израиле которым 50 лет и выше решили провакцинироваться их никто не заставлял они решили можно ли уважать это я думаю да так что следите за израильскими евреями и будет вам счастье конечно они организовали они подсуетились очень вовремя ну понятно они же евреи этот Биби Биби на Таньягу их премьер-министр которого пытается снять и сбросить и посадить и уличить а он не потопляет вот ему надо оставаться премьер-министром чтобы его не посадили куда-нибудь в тюрьму правильно неправильно не знаю и вот он всеми силами пытается задержаться и сделать что-то хорошее для своего народа и что он сделал в декабре месяце когда министр здравоохранения Израиля ну что ну сколько там Израиля сколько продаст вакцин не знаю ну сколько продадут столько и будет но Биби сказал не он позвонил CEO начальнику огромной компании Pfizer в Америке этот начальник он сын как у нас говорят Holocaust survivor человека который пережил холокост он сын и тут один еврей звонит другому еврею и говорит слушай помоги брата помоги бро и бро помог и он ему предложил такой дел он ему говорит ты нам продай много миллионов доз на все наше население а мы тебе за это проведем будем вести классную статистику подсчет сколько укололи какие были побочные явления и так далее они договорились и уже в январе первый шипмен первый самолет приземляется в аэропорту Бен Гурион туда прикатил сам Биби с главой здравоохранения Израиля встретили эти контейнеры эти поддоны с вакцинами правильно замороженными и так далее и колят во всем всем подряд это файзер вот поэтому Израиль как бы впереди и судя по тому что мы видим из Израиля где миллионы и миллионы и миллионы привиты уже а кстати в Америке тоже уже больше 100 миллионов уколов сделано это не значит что больше 100 миллионов человек уже закончили вакцинацию потому что некоторым надо два давать но тем не менее идет идет семимильными шагами вакцинация и я думаю что к первому июня где то вообще все кто хочет живые жители Америки все провакцинируются ну а хотите или не хотите это другая тема но что касается астрозенки все больше и больше стран приостанавливают использование этой вакцины опять же из этих проблем с тромбами еще раз повторяю внимание слушайте меня очень аккуратно я не говорю за и не говорю против астрозенки я вам говорю то что я читаю уже и Франция и Италия и Германия помимо всех тех стран о которых я говорил приостанавливают пока астрозенку чтобы понять what's going on ну а за 7 я с вами прощаюсь ненадолго пишите комментарии будьте здоровы и enjoy your life пока